Сказка о крепком орехе Крокотук У короля и королевы родилась дочь. Малютка Перлипат. Никогда еще мир не видел столь прекрасной принцессы. Все обожали Перлипат. Однажды король решил задать небывалый колбасный пир. «Дорогая», — молвил он королеве, — «надеюсь, ты знаешь, какая колбаса мне по вкусу. Позаботься». Королева самолично занялась приготовлением особой королевской колбасы. Первым делом нарезали ломтиками розовое сало и стали подрумянивать его на сковороде. И вдруг из-под пола послышался тоненький голосок. «Дай мне кусочек!» Королева сразу узнала противный голос мышильды, королева мышей. В другой день королеве и в голову бы не пришло подкармливать нахальную мышильду, но сегодня знатный пир, и она кинула мышильде кусочек сала. Не успела королева и ахнуть, как налетели мышиные сыновья и племянники, и вмиг расхватали все сало. Пришлось приготовить колбасу без единого кусочка сала. И грянул пир. Король первым испробовал источающий чудесный запах колбасу. Он положил на язык розовый ломтик, закатил глаза в предвкушение удовольствия и вдруг ахнул. В колбасе нет сала! Пришлось королеве во всем признаться. Рассердился король и приказал придворному чародею христиану Элису Дроссельмееру срочно изгнать из дворца мышильду и все ее прожорливое семейство. Чародей смастерил сотню хитрых ловушек с привязанными внутри кусочками жареного сала. На эту хитрость попались многие родственники мерзкой мышильды. И тогда поклялась мышиная королева отомстить. Прошло время. Как-то вечером нянюшка задремала у колыбели малютки перлипат. Баю, баюшки, баю! Вдруг сквозь дрему услышала она странный шорох. Открыла глаза и ахнула. Громадная мышь стояла на своих тоненьких паучьих ножках и тянулась мордой к спящей принцессе. В ужасе завизжала нянюшка. На шум прибежали король и королева. Глянули они в колыбельку и обмерли. Вместо прекрасной принцессы там лежала жалкая родина. И снова призвал король придворного чародея христиана Элиаса Дроссельмейра и повелел ему вернуть принцессе былую красоту. Чародей, не теряя ни минуты, отправился к придворному звездочету. Тот поглядел на звезды, полистал старинные книги и открылась ему, что спасет принцессу неведомый орех Крокотук. Стоит его расколоть и дать ядрышко малютке, как она снова станет прекрасной. Только скорлупа того ореха такая твердая, что и под тяжеленным молотом кузнеца он не расколется. Но есть где-то на свете юноша, который в силах разгрызть орех, его-то и отправились искать чудодей Дроссельмейр и звездочет. Пятнадцать лет странствовали они по свету и, наконец, пришли в город Нюрнберг. Жил в том городе игрушечный мастер Кристоф Захариус Дроссельмейр, двоюродный брат нашего чародея. Послушал он печальную историю малютки перлипат и покачал головой. Ох-охо! А ведь есть такой орех, Крокотук. Слушайте. Как-то раз мимо моей мастерской проходил сборщик орехов. Мешок его прохудился, и на землю высыпалась горка отборных орехов. В этот момент проезжала тяжело груженная телега. Проехала она колесами по орехам и все передавила. А один орешек остался лежать на земле, невредимым. Я подобрал его, и видно не зря. Радости путешественников не было границ. Но чародей Дроссельмейр вдруг пригорюнился. Олег Крокотук есть. Но где отыскать того юношу, что в силах его разгрызть? Да неужто нам блуждать по свету еще пятнадцать лет? И снова воскликнул игрушечный мастер. Я знаю такого юношу. Мой племянник. Зубы у него наикрепчайшие. Явился писанный красавец в шитом золотом комзоле, при шпаге и со шляпой в руке. А шляпа была полна крупных орехов. Юноша щелкал с такой легкостью, что странное прозвище его Щелкунчик было как-то нельзя кстати. И вот Дроссельмейр и Звездочет вместе с юношей Щелкунчиком прибыли в столицу своего королевства. Взял орех Крокотук юноша Щелкунчик, вежливо поклонился королю и королеве, улыбнулся у родины Перлипат, дернул себя за косичку, и разгрыз, небывалый орех. Дал он ядрышко принцессе, та съела его, и тут же на глазах у изумленного народа обернулась прежний прекрасный Перлипат. Громом грянули литаврые трубы, на шум выскочила из щели испуганная мыс Шильда. Тут-то и случилось непоправимое. Юноша Щелкунчик оступился и наступил на юркнувшую под ноги мышь, и раздался ее предсмертный писк. И-и-и! Его ужас! Прекрасный юноша в тот же миг превратился в прохотного уродца. Нижняя челюсть отяжелела, а рот растянулся до ушей. Глянула на него прекрасная принцесса Перлипат, и вскричала с отвращением, «Фу, противный Щелкунчик, не хочу тебя видеть!» С тех пор никто его и не видел. Правда, добрый чародей Дроссельмейер уговорил звездочета вызнать у планет судьбу несчастного Щелкунчика. И тот предсказал, что Щелкунчик вернет себе былую красоту, когда победит семиголового сына Мышильды, срубит его головы собственной рукой. И никто другой не сможет развеять злые чары. Этими словами закончил крестный Дроссельмейер свой грустный рассказ про орех Кракатук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok